Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно, как Скобееву не вырвало от слов «Крым – это Украина»? Пожалуй, потому что, как говорит мой коллега Роман Цымбалюк, Ольга – профессионал своего дела и может работать как в одну сторону, так и в другую. Придет время ради выживания, будет говорить, что и Крым – это Украина, и Донецк, и Луганск. Но и вы заметили, что на их ток-шоу все чаще звучит украинский язык. Но этого американским ястребам мало. Они хотят еще крови. Сенатор-республиканец Томас Кин возмутился ограничениями дальности для американских ракет и предложил увеличить радиус поражения до 300 километров. То есть увеличить ровно в три раза. Иными словами, так называемая ползучая эскалация. Как заявил помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен, В этом радиусе находятся не мирные российские города, а российские авиабазы, ударив по которым, можно снизить атакующий потенциал Москвы. И он, этот потенциал, якобы уже даже снижен. После разрешения бить на расстояние в 100 километров, харьковское наступление было якобы остановлено. Так считает Госдеп. Да, именно благодаря разрешению бить по территории РФ, харьковское наступление оккупантов застоприлось. Сейчас они используют тактику ковровых бомбардировок, используя кабы, а это значит, что нам нужно уничтожать авиабазы, которые находятся не на границе с Украиной, а в глубине российской территории. Об этом и говорят конгрессмены. А мы-то знаем, где россияне подвешивают свои бомбы, поэтому за точность не стоит переживать. 300 километров от украинской границы. Смотрим на карту. В радиусе поражения. Брянск, Орел, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону, Таганрог. Также известно, что Пентагон обсуждает отправку ракет с дальностью 500 километров. Если такую ракету запустят, допустим, из Сумской области, то она способна поразить цель в Москве и во всех городах до российской столицы. В общем, красных линий отныне нет. Какой-то уже по счету раз отныне нет красных линий. Ей само не надоело об одном и том же рассказывать. А то, что в Пентагоне так активно и бурно обсуждают снятие ограничений для Украины, это хорошая тенденция. Обычно после такого решение принимается в нашу пользу. Будущая судьба российских пилотов и самолетов зависит от главы Белого дома Джозефа Байдена. Но у него сейчас, как мы знаем, более важные дела. Байден говорит, я делаю ставку. Не забыл, на что делаю ставку. Он там много чего говорил, на самом деле, странного. А что же я делаю ставку? Вот и мы такую ставку поставили. Мы тоже на ставок наделали в последние два года. Вот. И три даже, я бы сказал. Вот. В чем особенность заключается? Заключается она в том, что... Мы хотя бы не забыли, чего мы хотели. Очень хочется напоминать на каждый день точно, вот конкретно. Какие цели, какие границы. Очень хотелось бы. Вот. Потому что не все до конца понимают. Вот. Чтобы не завирусилось потом. У Байдена проблемы с рейдингами – это факт. И поэтому очень многое будет зависеть от того, как он покажет, как... Да, на то есть причины. Аплитивные. О, а это уже интересно. Скобеева в прямом эфире троллит Путина. Мол, мы не забыли, чего хотели. Но прямо никто почему-то не уточняет, какие цели этой так называемой СВО. Потому что российские пропагандисты и сами не понимают, от чего же хочет Владимир Путин. Я понимаю, как деноцификация, демилитаризация – это в прошлом году, это еще год назад воспринималось неоднозначно. А сейчас это вообще не воспринимается. Да, деноцификация и демилитаризация Украины уже давно не в тренде. Поэтому рот Путина-Песков, рупор Соловьинова-Помета-Мордан и другие говорят, что Россия будет воевать, чтобы не допустить обстрелов своей территории. Пока вот не удалось выполнить поставленную верховным задачу, ну, я надеюсь. Я надеюсь, что эта задача все равно будет в ближайшее время решена. Санитарная зона будет создана. Я очень надеюсь, что санитарная зона будет такой ширины и такого оттенка серого, что, ну, во-первых, и Белгородская, и Курская, и Брянская область перестанут страдать от ударов украинской армии. Наверное, у него уже аллергия на хлопки. Значит, надо продолжать. Но, если серьезно, то россияне действительно уже не знают, за что же они воюют. Цель и задачи СВО будут выполнять. Вы скажите четко, наша цель – это флаг на банковый, русский флаг на банковый, как промежуточная цель. Вот это в отношении Украины. В отношении Украины. Понятно, никто же четко не говорит. Мы должны полностью освободить всю территорию Украины. Вот понимаете, вот эта двусмысленность, она же… Если кто-то думает, что народ ничего не понимает… Все все прекрасно понимают. Все все прекрасно понимают. Вот люди все прекрасно понимают. И вот эта доска воспринимается, как будто оставляют себе люфт для того, чтобы пойти на какой-то договорничок в промежутке. Понимаете, почему не ставится конечная цель? Вот я очень хочу, чтобы вы понимали. Люди, народ по-другому не воспримет. Уже все. Уже ситуация зашла настолько глубоко. Только полная победа над всем нацистским режимом Украины. Откуда мы знаем, какая конечная цель? Давайте про конечную мы поговорим. Нет, это важный момент. Потому что… Так вот поэтому и вы, Григорий, почему вы не знаете? Нам же не доводят, какая конечная цель? Но нам и не могут довести, потому что она не всегда очевидна. Мы не знаем, какие у нас цели, но они будут выполнены. Прекрасно. Но вот как говорит предатель Украины Марков, договорничок какой-то пытается сейчас устроить венгерский премьер Орбан. Потому что через три дня после поездки в Киев, во время которой он предложил украинской стороне прекратить огонь и начать мирные приговоры с Россией, Орбан отправился с визитом в Москву, к Путину, где снова с упорством продолжил продвигать тему миротворчества. Только что мы слышали от президента Российской Федерации, от Виктора Орбана, что они готовы представить друг другу свои инициативы по урегулированию украинской войны. И это действительно важнейшее обстоятельство впервые с начала российской спецоперации «Европейский политик». Тем более тот, который прямо сейчас возглавляет Еврокомиссию, Евросовет в Москве. В России Орбан, очевидно, привез мирный план, а также планирует рассказать Путину по просьбе Путина видение Евросоюза в отношении того, что происходит прямо сейчас в зоне спецоперации. Такой финт Орбана вызвал бурную реакцию среди руководства ЕС. Ведь напомню, что Венгрия с 1 июля председательствует в Евросоюзе. Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что умиротворение не остановит Путина. Только единство и решительность положат путь к полноценному, справедливому и устойчивому миру в Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Орбан отправился к Путину как премьер-министр Венгрии. Он не демонстрирует позицию ЕС. А председатель Комитета по иностранным делам Бундестага вообще призвал Орбана после визита к Путину покинуть пост председателя Евросоюза. Потому что это скандал. Впрочем, похоже, для Орбана такая реакция Запада была ожидаемой. И этот откровенный негатив по отношению к собственной персоне он использует с целью зарекомендовать себя перед Путиным в качестве идеального переговорщика. Глава Евросовета Мишель уже заявил, что Венгрия не имеет права на контакты с Москвой от имени всего Евросоюза. Орбан сейчас действительно представляет не только Венгрию, но и Совет Европы, в котором он председатель ближайшие полгода. Завыли и польские гиены. Премьер Дональд Турц задал премьеру, что называется, вопрос в лоб. Слухи о твоем визите в Москву не могут быть правды, ведь это безумие. Вопрос Туску Орбан оставил пока без ответа. В Киеве Орбана официально называют кремлевской консервой, но тут, что называется, без изменений. На Украине все никак не могут понять, что Орбан не пророссийский политик. Он провенгерский политик, который понимает, что война на Украине скоро перерастет в Армагеддон. А Армагеддон затронет всех, в том числе Будапешт. Ну и не забываем про дружеские отношения Орбана с Трампом. А у Трампа есть тайный план. Возможно, что детали этого плана Орбан везет в Москву. Путин накануне сказал, что мы серьезно относимся к намерениям Дональда закончить войну. Но ждем конкретных деталей. На этот необъяснимый визит Орбана отреагировали сразу и в Украине. В МИД подчеркнули, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Киевом. Для нашего государства принцип «никаких договоренностей про Украину без Украины» остается незыблемым. Однако венгерский премьер упорно гнет свою линию, несмотря на имиджевые потери. Тем более, что в ЕС он и так давно уже имеет статус пророссийской белой вороны. Неизвестно, что совсем недавно, 2-го, по-моему, да, в июле были в Киеве. Прибыли сюда для того, чтобы обсудить все нюансы ситуации, которые сложились на киевском направлении, на украинском направлении. В вашем распоряжении вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИДа совсем недавно в Москве. Там изложены наши позиции в отношении возможного мирного регулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами и рассказать о нюансах каких-то. Вот какие мирные планы обсуждали Орбан и Путин, которые не учитывают полного вывода российских войск из Украины. Ботоксная морда снова повторила свои больные условия. Что Украина вроде бы должна ему отдать 4 области, а еще наша страна должна официально отказаться от вступления в НАТО. Так что это точно не о мире. Это капитуляция, на которую Украина не пойдет. Хотя некоторые российские пропагандисты все еще на это надеются. Я считаю, что мы на самом деле далеко не все делаем для того, чтобы эта борьба закончилась быстрее нашей победы. Мы недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды, как мы считаем, на нашу сторону. Чтобы быстрее происходило то осознание у украинцев, которое у жителей Украины, у граждан Украины, которое требуется для того, чтобы мы, наконец, пришли к результату. Также некоторые из россиян до сих пор надеются и на правые силы в Европе. Мол, вот они придут к власти, и это приведет к ослаблению или вообще прекращению поддержки Украины. Но это далеко не так. Не надо строить иллюзии. Национально ориентированные политики нам будут ничуть не лучше, чем вот эти наднациональные лидеры. Возьмите Марину Ле Пен. Вот уже сегодня прозвучали с утра интересные заявления от нее о том, что Россия вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию во Франции. И точно так же, Фарадж, сколько у нас, я помню, наши... Это же называется конъюнктурщица. Просто прикрывает себя и пытается вывести партию из-под удара. Может быть. Выкидывая из себя клеймо «Кремлевский агент». А я боюсь, Ольга, что они правда настроены к нам не очень-то дружественно. Это у нас почему-то мыслишь о том, что правые типа Фараджа, Ле Пен, Трампа настроены... А нам же не дружить и детей не крестить. Вот нас устроят вариант Орбана, когда ровные отношения, взаимовыгодное сотрудничество и не отправка денег на Украину. Нам больше от Европы вообще ничего... А вот этого-то они нам и не дадут, Ольга, по одной простой причине. У них у всех полный консенсус и у правых, и у левых. Оля, я тебе открою секрет. Москва все сделала для того, чтобы европейские страны все больше защищались именно от нее. И не важно, кто будет у власти. Ну вот имею в виду официальный постулат официального Будапешта, Венгрия осуждает вторжение России на Украину. Мы по этому поводу не переживаем. Нам не нужно ни осуждение, ни одобрение. Мы в этом контексте достаточно суверенны, чтобы принимать самостоятельные решения. То есть Венгрия осуждает, но деньги Киеву не дает. Подходящий нам вариант? Но санкции, но вето на введение антироссийских санкций в Европе... Потому что один, потому что купили. Мы же помним этот момент, когда Виктор Орбан, великий, пошел попить кофе. Эти в этот момент как раз подмахнули. Вот и все сломают, что называется, при желании только так. На самом деле с правыми правительствами в Европе тоже получается не очень. Показателен, например, Нидерландов. Бывший глава службы разведки и безопасности этой страны Дикс Хофф, возглавивший правительство вместо главы правой партии за свободу Герта Вилдерса, во время телефонного разговора с президентом Зеленским лично заявил, цитирую, «Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни продолжалось». А лидер французской ультраправой партии Национальное объединение Жордан Борделла сказал, что его политическая сила не позволит России поглотить Украину. Поэтому не стоит слишком переживать о правом уклоне Европы. Надо понимать, придет в Германии хабык, шмабык, тирабык, шульц, шмульц. Будет во Франции не Макрон, а Пистон. Будет в Англии кто угодно, вот просто кто угодно. Вообще не важно, сунок, высунок, подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, да хоть фигамп. Так что не поддавайтесь вражебной пропаганде. Соблюдайте информационную гигиену и доверяйте только проверенным источникам информации. С вами была Анастасия Норицына. Увидимся. Продолжение следует...